День знаний в этом году проходит в необычном формате. Мы давно уже привыкли, что 1 сентября сопровождается торжественной линейкой, на которой присутствуют родители первоклашек. В связи с угрозой распространения пандемии в этом году были приняты меры предосторожности, и линейки в школах совхоза имени Ленина прошли в закрытом режиме, но при этом не утратив свою торжественность. Были высказаны поздравления и напутственные слова новым ученикам, идущим в первый раз в первый класс. Сегодня 1 сентября, и даже на входе у нас висел баннер «Мы вас дождались», потому что это, наверное, действительно такой долгожданный праздник, и самый главный смысл заключается в том, что наконец-то в школе снова появились дети. И пусть в этом году не было праздничной линейки и торжеств, посвященных первому сентября, но мы постарались максимально создать настроение праздника. Дети входили в школу без родителей, и мы боялись поначалу, что они будут плакать, что им будет сложно без мамы и без папы. Нет, ни одного ребенка не было, который бы сказал «Я хочу к маме». Они все с улыбкой шли и бежали к своему учителю, которого очень многие видели впервые. Поэтому я считаю, что наши первоклассники абсолютно созрели для школы, они готовы приступить к учебным занятиям. И вот в таком режиме повышенной готовности мы приступим к новому учебному году. У нас сохраняется частично масочный режим, рассадка будет по классам, пересекаться потоки не будут. Мы в этом году приняли 5 первых классов, где-то 137 детей. Два класса у нас учатся за территорией школы в очень комфортных условиях, и для них как раз практически изоляция и есть. Первый урок у них проходит в основном здании, они кушают здесь, а дальше они отправляются учиться в своем режиме, в своем темпе, и там очень хорошо и уютно все сделано для детей. Все остальные дети учатся в этом году тоже необычно. Обычно они ходили по кабинетам к учителям, теперь учителя приходят к ним. В связи с тем, что повышенные санитарные требования мы вынуждены выполнять. Детям сегодня была донесена информация, были проведены классные часы на тему, как мы начинаем учиться, где как раз мы им рассказывали, как сохранить свое здоровье в условиях массовой школы. Но я думаю, что у нас все получится, и мы как можно дольше постараемся быть вместе. Мы с вами отправляемся в путь по морям за знаниями. И да, наш морской путь начинается. Ура! Ура! У нас есть такая традиция, когда первоклассники приходят в первый класс, мы им повязываем галстуки. Галстуки у нас разных цветов, но для начала, чтобы класс чем-то отличался. Ну а потом для учителя, пока еще не выучил всех своих детей в лицо, он понимает, что желтенький – это мой, красненький – это вот Галина Юрьевна, а синенький – это вот Мария Ивановна. И поэтому мы тоже идентифицируем детей по классам, пока по цветам. И на все мероприятия, которые будут у них в начальной школе, они будут приходить со своими галстучками. Ну, это будет какая-то позиция своего класса. Они одинаковые! Смотрите! Одинаковые! Сейчас какая-то такая, видимо, бацилла какая-то была в 2013 году, когда рождались близнецы. Поэтому у нас в каждом классе есть пара близнецов. Все наши сотрудники прошли тесты на ковид, на антитела сдали анализы, они все здоровы. И они в безопасном режиме, снимали детей, могли снимать маски на каком-то этапе. Поэтому отфотографировали всех – и индивидуально, и по классам. Ну, и даже Павел Николаевич сегодня, он очень переживал, что кто-то не сфотографируется, кого-то не запечатлят. Поэтому он сегодня тоже был у нас в нашей команде. Он тоже был с нами и фотографировался с первоклассниками, и фотографировал первоклассников. Вот, поэтому объем материала, видео и фотоматериала у нас большой. Дети были счастливы, довольны, их всех встретили прекрасные учителя. Этот день знаний для них прошел все-таки праздничный. Было бы гораздо хуже, если бы они 1 сентября на удаленке его встречали. Все было весело. И потом вторые, десятые классы все пришли уже к десяти часам. Вот, и тоже торжественная обстановка, праздник, радость, потому что долго не виделись друг с другом. Мне удалось прорваться, мне справку спрашивают, маску надели. Ну, а так большинство родителей, конечно, смотрело из-за ворот, из-за забора. Но все равно все хорошо. Первый раз пошли в эту школу. Ну, как-то необычно, да? Родители не пустили, насколько я понимаю. Да, не пустили. Ну, и как это было? Волнительно? Волнительно, все равно радостно, даже без линейки, очень понравилось. Как у вас впечатление? Все-таки линейки не было. Ну, замечательное. Главное, ребенок доволен. А он доволен? Да, доволен. Тебе понравилось? Да. А что тебе понравилось? Много чего, новые уроки у нас. А школа понравилась тебе? Да. ТВ-совхоз присоединяется к поздравлениям школьникам и желает хороших отметок в новом учебном году нашим детям. До новых встреч на нашем канале. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и делать репосты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!